Друзья, всем привет! Это подкаст «Тока за око» В студии, как всегда, Алексей Володин и Ян Баранчук И сегодня мы обсуждаем Несколько турниров Три остальных турнира Это UFC, который прошел в Бразилии Давненько не проводил Дануайт ивенты в этой стране Второе мероприятие Это «Райзин» в Баку Очень интересное было событие И там были апсеты громкие и яркие И, конечно же, ИСЕ в Санкт-Петербурге Там тоже было три интересных поединка В том числе Матмуратов и Юсуф Раисов Тоже клетку разделили Ян, привет! Всем привет! Ну что, традиционно с UFC, наверное, или как? Да, наверное, с UFC Такой получился турнир Как Некая интермиссия Между двумя крутейшими событиями То есть, получается, что вот был Махач Волкановский Совсем скоро уже у нас Прохаска Перейра И вот между ними встал так, чтобы, знаешь Публику не отпускать Чтобы публика не расслаблялась Бразильский турнир Вот у меня ощущение, знаешь Такое одно из от этого турнира В целом То, что вот эта бразильская история UFC Как будто слегка деградировала Помнишь, какие были раньше турниры в UFC в Бразилии Там были суперзвезды Там Какое-то невероятное Пассионарные болельщики Это масштабность Там Огромные стадионы А здесь как-то все скромно Вот даже мы Отмечали, да, с коллегами Там в раздевалке Как будто Они сидят Как будто в гараже, что ли В каком-то Ну, то есть, все прям Совсем Колхозно По-босяцки, скажем так Ну, на самом деле Получается, что история Отчасти логичная Да, потому что Всегда в UFC были звезды Из Бразилии Прям большой величины А сейчас Их на самом деле Не так много Желтон Альмейда Это один из тех Кто вроде как набирает обороты Да, ему дали Такой аванс Есть там Дэвисон Фигейреда Который не собирает Больших залов Но при этом У него там Определенная популярность есть Такие бойцы Как Гловер Тейшер Уже завершили карьеру Вот Гловер мог собрать Мне кажется Да, там Большую аудиторию А на ком сейчас выезжает На ком делает номерной турнир На девчонках Ну, наверное, нет Аманда завершила Есть фан тот же Который, ну, скажем так Далеко не звезда Не звезда Только-только стал чемпионом Он даже Если не ошибаюсь Там в pound for pound рейтинге Стоит ниже Многих, кто не является чемпионом вообще Да Вот, то есть это Ну, получается, да С этой точки зрения Ну, вот Получается, что В данном случае Количество звезд Жестко коррелирует Со статусом турниров Вот до этого был В Абу-Дабе Да Потому что есть Много Там звезд Именно мусульман Да Получается, что Вот этот исламский мир Он прям Жестко Внимание свое Обратил на этот турнир И каждый год Это делается А здесь вот Бразилия получается Немножко вниз Как и Канада, кстати Ну, Канада тоже подзабросили Сейчас они туда вернутся В январе Но, опять же Звезд-то там больших Грубо говоря, нет И мне кажется Этот турнир Все-таки нужно Рассматривать В позитивном ключе В том смысле Что UFC Пытается Возродить эту историю С большими Бразильскими турнирами И все-таки Будет работать На бразильскую аудиторию Тоже Там В определенной степени Поэтому здесь Другое дело Что главный бой Разочаровал Прям сильно разочаровал Да, к нему и перейдем Альмейда против Дерека Льюиса Мне кажется Ну, те люди Которые поставили Что это будет больше Полутора раунда Вообще красавчики Те, которые поставили На то, что бой Дойдет до решения Красавчики втройне Поэтому Ну, кто мог предположить Что бой Льюиса и Альмейды Будет 25 минут полных Ну, действительно Это Из ряда вон Выходящий, наверное, случай Знаешь, очень странный бой По-моему Не в том смысле Что я там намекаю На какой-то договорняк Это, конечно По-моему Даже близко не было Странный в том смысле Что Льюис, в принципе Было такое ощущение Что вышел Ну, типа Ну, проиграю Ну, и что? У него даже такое лицо Было на протяжении Всего боя Ну, давай Задуши уже меня Он лежит Просто там Ну, вот в комментариях Писали, что Он просто Зато Льюис выспался Во время Да-да-да-да Вот И этот Маленький Альмейда Ну, маленький Относительно, да По сравнению с Льюисом Просто и с одной стороны И с другой И так И ничего не получается Ну, когда же это закончится? То есть, он и встать не может И вот это как раз Когда Низы не могут А верхи Ну, тоже не могут Получается Да Вроде как и хотят Но не могут Мне вообще показалось Что у Дерека Льюиса Просто было плохое настроение Начиная с того Как он узнал вообще Что ему надо ехать В Бразилию И он это плохое настроение Видимо пронес Сквозь Весь этап Своего путешествия Включая турнир И говорит И испорчу вам настроение Раз так Ну, дорогие друзья История с настроением Такая, что Сам Льюис сказал Перед боем Что он же вышел На коротком уведомлении Вместо Блейдса И, как он сказал Он не знал Что турнир в Бразилии Когда согласился А потом уже подписал Контракт в Бразилии А он ненавидит Драться в Бразилии И вообще бы ни за что Туда не поехал Якобы Потому что там высокие налоги Но Алексей Володин Посмотрел И оказалось Он ни разу не дрался В Бразилии То есть он лично Никогда эти налоги Кто там сказал ему об этом Может наоборот Его обманули И будут отличные Там невысокие налоги Он наоборот обрадуется Ну смотрите На выражение лица Такое Да, оно было таким На протяжении всего боя В общем 25 минут Первый раунд Был интересный И действительно Там несколько раз Заходил Джейлтон На ручной треугольник На удушающий сзади Пытался что-то сделать Но Не получилось И решил просто экономить И экономил силы И всех Всех вообще Все это устраивало Ну грубо говоря Получили то что получили Дерек Льюис Давным-давно уже не дерется За какие-то там Статусы претендентов Статусы там Чемпионские И так далее Он дерется за деньги Прямо на все 100% И ну Продает билет Так или иначе Потому что там Дает интересное интервью Всякие разные вещи Говорит И так далее Вот И он здесь точно Он не мог потерять В этом бою Даже если бы он Проиграл бы по-другому Быстро бы проиграл Ничего страшного Так проиграл Ну хорошо Впервые в карьере Он проиграл решением Вот таким вот В 5-раундовом бою Ну ладно Тоже принимается Поэтому что приобрел Желтон этой победой Да ничего Он наоборот Как раз развил миф О том что Он такой мега крутой Возможно Эта победа Вообще Первой станет Для Альмейда Потому что Из статуса Такой восходящей Звезды Грозного Прям тяжеловеса Который быстро Вообще разбирается Даже с сильными соперниками Вот он выглядел Беспомощным Получается В этом поединке И хоть и победил Но для оппонентов Это конечно Я думаю что С ним теперь будут Драться по-другому На него будут Смотреть по-другому И получается что Победитель проиграл Проигравший Как бы ничего не потерял Ну и конечно Зрители тоже Особенно те Кто там не спали ночью И ждали этот поединок Они проиграли больше всех Они проиграли больше всех Ну и те кто поставили Там деньги Экспресс Который уже казалось бы Хотя мне кажется Что уже Экспрессов никаких не было Из-за предыдущего Поединка Да Сейчас мы перейдем Потому что В Коммейн-Ивенте Вообще случился Вот Может быть на фоне Коммейн-Ивента Этот бой еще хуже смотрелся Потому что Далби и Банфим Участники Соглава события Они закатили Реально крутейший поединок И вот этот Банфим Вообще Там их два брата Габриэль Банфим И Смайль Банфим И Смайль тоже должен был драться С Питчелом по-моему И в общем Их бой не состоялся И выступил только Габриэль Он там непобежденный Сколько у него там 15-0 был Или сколько Уж не помню В общем Очень крутой бразилец Причем такой С отличным грэплингом С шикарным джиу-джитсу Но он с Далби Решил помахаться в стойке И не проиграл в этой стойке До определенного момента Поэтому Габриэль Банфим Ну Показал себя вроде как Очень круто В первом раунде Как минимум Даже до середины второго Ну Он слишком хотел победить ярко Вот То же самое И Ренат Фахреддинов Говорил по итогам своего поединка Мы еще до него доберемся Что Хотел Бонус Хотел ярко выступить И Из-за этого Ну вот получается Такой Стал заложником Своего же статуса Там Суперпроспекта И Далби Ну Далби да опасный Все знают Он никогда до срочно не проигрывал Вязкий Да Его тяжело вот именно пройти А Бонфим Настолько уверен в себе Я это сделаю Ну так же часто мы видим Особенно в UFC Что ну никогда не проигрывал Раз вышел И все Его сломали там Избили Да Но здесь Далби конечно Да просто После последнего поединка Ну до этого Далби против Муслима Салихова Когда Далби просто В роли шоу-стопера Выступил Держал Держал Вгрызся И не давал вообще ничего И красивого боя не получилось Ну в итоге выиграл А здесь Настоящая драма Да и получается Что потратили Ну если так вот Технически раскладывать То все просто Бонфим потратил Слишком много сил Устал И его побили Да И это тот самый случай Когда бонус дали обоим То есть именно дали за бой вечера Вот по свое время Эта практика стала Более частой Да Что обычно давали за бой Полноценный для решения Здесь Но если брать весь турнир Действительно этот бой самый крутой Да Бой вечера Без вопроса Ну то есть Грубо говоря Соперничать с этим боем Мог только бой наверное Фахреддинова Который в итоге Стал ничейным И если брать Вот бой Фахреддинова И бой Далби Ну грубо говоря Ну я думаю что Из 10 наверное 9 человек Сказали все таки Бой Далби Покруче будет Согласен Согласен Но потому что там Было все таки Больше драматизма Тот был близкий И конкурентный Но здесь И учитывая что Апсет И абсолютно героическое Выступление Далби И то как быстро Просто выключился И как силы покинули Бонфима Да В общем такой прям Бой Я думаю которые будут Помнить всю оставшуюся жизнь И Далби И Бонфим конечно тоже Да И кстати говоря С точки зрения раскладов Тоже получается интересно Ренат Фахреддинов Который на 15 строчке Был в Элтерах Дрался в прилимах В главном бою прилимах Окей Ну в главном бою Но прилимах А допустим Бонфим и Далби Далби заслуженный ветеран UFC Сколько у него боев Я не знаю Бонфим На серии из 3-4 Уже в UFC Выигранных Дрался в коммайн ивенте Но в рейтинге Ни тот ни другой не входит То есть получается Что у вас рейтинговый боец Дерется в прилимах Да И вообще Ну пару слов про Рената Надо сказать Да Вот эта ничья Она получается Показала что Ну во первых Сложности у него хватает У Рената Да По печени пропустил Он справился с этим ударом Пусть и с большим трудом Да Потом выжил Это безусловно молодец Откинет ли эта ничья Его куда-то сильно назад Я не знаю Мне кажется нет На самом деле Ну и Залезки Тоже крутой парень Да Он был андердогом Но мы знаем Что он там И выигрывал У многих Статусных соперников И вообще Пусть у него сейчас Не лучшие времена В карьере Но он еще далеко Не списанный материал Так что Я лично надеюсь Что для Рената Это станет очередным Шагом На пути его становления Что все не так просто Что даже Там где ты фаворит И даже казалось бы Вот такой Проходной турнир Там где-то в андеркарде Все равно надо выигрывать Надо Вот Может быть переоценил Свои силы Рената И недооценил соперника Вот наверное Вот здесь все так сложилось Да И я добавлю только Только то что Мне кажется Ренату Этот бой Точно идет на пользу Точно Абсолютно Вот при Со спортивной точки зрения Да Это для него все равно Нужный И необходимый опыт И пускай он получился Вот таким Ничейным И в этом месте И вот в это время Окей принимается Как бы Ренат Двигается дальше Надеемся Что определенная работа Над ошибками Будет проделана Еще надо сказать Пару слов Про Абуспияна Магомедова Который проиграл Каю Буралью Из зала Боевые ботаники Хотя Конечно не выглядит Как ботаник Хотя в очках Может быть Подожди Он там инженер По образованию У него там Он репетитором Был по математике В 15 лет уже А потом В каком-то химическом Институте учился И ему предложила Контракт Большая пиваренная компания Одна из самых крупных В Бразилии вообще И он сказал Причем хороший контракт То есть грубо говоря Он мог Получить работу И спокойно Безбедно там жить Стабильно Но он сказал Нет Я буду драться И все И пошел Вот по этому Здесь должна быть шутка Про то Что теперь как раз Такой химик По образованию Ко двору придется В UFC Потому что они Перестают сотрудничать С ЮСАДой И так далее Ну да 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 По бою По бою Если честно Там один поставил 30-27 Из судей Мне не показался Этот бой Вот таким Односторонним Точно совершенно Опять же Некоторые эксперты Даже высказывали мнение Что это Ну не то что ограбление Но можно было Чуть ли не победу Абусу отдать Мне так не показалось Но то что Абус Показал максимально Конкурентный бой Это факт И вот эти слова Израиля Адесани Который назвал Абусу мешком Ну конечно Это обидные слова Безусловно И Абус Точно все таки Уровень UFC я думаю Так он вышел еще Ну я так понял Что это Адесани Говорил когда Стрикланд Да Но теперь Можно значит И Адесанию Тоже мешком назвать По этой логике Получается так А здесь Ну во первых Вот мои ощущения Абус проиграл Этот бой Да Ну и как бы это Мне кажется Здесь вряд ли Кто-то будет с этим спорить Но он показал Именно качественное Выступление Профессиональное Выйдя на коротком Уведомлении То есть он вышел Андердогом Он в целом Понимал Что ну проигрывает Но бой был Бой смотрелся И проигрывать немного Да Это был хороший Высокий уровень Поединок был близкий Проиграл немного Но Буралью Как бы вот И более того Каю Буралью Уж простите за такое Словечко Но мне кажется Подсекал Он Этот бой На самом деле Вот если взять Все 15 минут Да Из них Минут 6 Были несмотребельны Не по вине Абуса А по вине Буралью Он шел Не дал никакого Ну а почему Потому что он Там тоже Сейчас там идет У него 4 победы подряд Было в UFC Вот это пятое Да Дерется на родине Там ответственность Какая Помнишь там Он еще интервью давал Эмоциональное Там типа Вот там Гордость Там на глазах Родной публики И так далее И здесь выходит Против него Опасный соперник Который дрался Вот совсем Там не так давно С действующим чемпионом И на коротком Уведомлении То есть готовил С тобой Буралью Не под него Да И конечно Это опасный вариант Очень опасный И получается здесь В случае поражения Все То есть он уже Совсем в другом бы Свете предстал Так что его наверное Тоже можно понять Но боец хороший Да Это средний вес И как раз Это тот самый Бразилец Который идет На хорошей серии Которого точно Будут двигать дальше Так же Как и Желтон Альмейду Но Вот когда Они дорастут До Топовых турниров Да А подожди Павло Коста Вот человек Который может собрать Аудиторию в Бразилии Но он не дерется Что-то там уже Да Вот Павло Коста Человек номерного турнира Совершенно точно И человек для номерного турнира В Бразилии Единственный наверное Сейчас Который там Понятно что Фигейреда Может там быть Да И тоже быть В этом номерном турнире В общем Собрать номернуху Там можно Но уже с трудом Такую качественную Хорошую Которая бы соответствовала Уровню номерного турнира UFC Ну тут получается Напрашивается Пантоджи во втором По значимости поединке Титульным Еще какой-то титульный Должен быть Типа главным боем И потом уже там Бразильцев-то как всегда Много И бразильцев хороших Сейчас новое поколение Еще у них подросло Так что Мне кажется Что да Все впереди Ну что Рингел Как всегда На уровне В UFC И у них же там Политика по поводу Рингел В каждой стране Местная девушка Каждая стране Обязательно местная девушка Да И когда допустим Приезжал Беллатр Вот ты сегодня В футболке Беллатр Это что у тебя Это какой-то афронт Намек 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 Да А глава Центробанка нашего Тоже у него там брошки разные А у тебя вот футболка Беллатр Ну понятно И в общем Когда Беллатр приезжал В Москву Наши девчонки отработали Когда Федор дрался Наши девчонки работали На этом турнире И вообще прям Все было на высшем уровне Что касается Остальных вещей Наверное Ничего больше серьезного Здесь не произошло Еще один момент Буквально Первый бой Предварительного Основного карта Элвис Бренер Выиграл ярко Нокаутом В первом раунде И это парень Низ команды Чарльза Оливейры Тоже бразильский проспект Будем за ним следить Очень крутой парень И прямо И Чарльз Естественно Выводил его на бой Так что Вот еще одна звездочка Получается Что такой Мини-смотр Бразильских бойцов Мы увидели Сан-Пауло Ну в целом получилось Мне турнир понравился Мне вообще Мне не понравился Главный бой Ну главный бой Я думаю Вряд ли кому А он все равно Оставляет впечатление Общее о турнире Как ни крути Поэтому Ну грубо говоря Знаешь Для меня этот турнир В лучшем случае Колеблется в плоскости От 3 с плюсом До 4 с минусом Вот где-то там То есть Нет Даже 4 с минусом Это много Это 3 Если убрать Главный бой То хороший турнир Ну Наверное На этом этапе Вот Бразильских турниров Какие они вообще Могут быть в Бразилии для UFC Наверное Да Вот это Ну не то что максимум Ну такая неплохая обкатка В общем смотрим UFC 295 На этой неделе Серега Павлович Дерется с Пеналом Прохазка Дерется с Перейрой И на самом деле Два главных Действительно больших боя А все остальное Уже так Ну Слава Борщев Слава Борщев И эти два боя Вот так Да И можно будет посмотреть Ближайший номерной UFC Со всеми звездами У нас Вока Естественно На канале матча Теперь к Райзину Переходим Первый выездной турнир Японской организации За пределами Японии Соответственно В Баку Ну были определенные моменты Технического характера В том числе Да Это же турнир начался позже На два часа И там интермиссия Потом еще была в час Чего обычно не бывает То есть Такие моменты были Что касается Зрелищности турнира То Тут шло как-то всплесками То густо То пусто Вот так получилось И плюс ко всему Здесь был целый ряд Апсетов И на фоне всего этого Самый конкурентный бой Показали Нариман Абасов И Али Абдулхаликов Да Да Получается так Но Именно в основном карте Совершенно точно И при этом Да вообще В принципе Абдулхаликов выходил Андердогом И он победил Но мне например Не казалось Ну может быть Я там давно не видел Бои Наримана Абасова Но в целом В общем По моему скромному мнению Зря там Давали такой коэффициент Нали Абдулхаликова И в итоге Вот он выиграл Там было больше двух Да И плюс еще Стилистически Они здорово подходили Друг к другу И матч-векеры Вообще правильно Да Я бы сказал Немножко по-другому Нариман Абасов Вот такой Нариман Абасов Здорово подходил Али Абдулхаликов Прям удобен Для него абсолютно был Да И Нариман даже Вот пытался вороться Прихватывал ноги Пару раз там за бой Но Да И еще Был контроль у сетки Давление было Но опять же Мы просто прямо Закрываем на эти глаза Почему Нариман был расстроен Он прям руками Расстроен Как Как я не выиграл Вообще в этом бою Он был уверен Что вот это Этой работой Первым номером И давление в клинче И работой у сетки Будет достаточно Для победы Просто с другой Чаши весов Лежали удары Али Абдулхаликова Которых было Может быть там Не так много чистых Да Но они были И он постоянно работал На эти удары На урон Именно поэтому Логично и закономерно Выиграл бой Ну да Лично у меня вообще Никакого сомнения не было В том кто победил Да Небольшое совсем преимущество Но Мне показалось Может быть это в каком-то смысле Игра на публику Со стороны Наримана Все-таки он дома И бой близкий Ну и Может быть действительно Казалось что бой он выиграл Но Вот эти размашистые удары Боковые Которые практически Все заходили в блок И если Допустим Ну они там Не считать их Как значимые Да То ничего по сути Не остается Кроме давления И теперь у него 2-0 Да У Али В Разине Или даже 3-0 Потому что еще был бой В 2019 году Который он тоже выиграл Да И сейчас два боя Ну два боя в этом году В этом году точно Да Он два боя выиграл И это легкий вес В общем здесь все очень Интересно и конкурентно Али Абдулхаликов получит Наверняка Не то что статусного соперника Мы же говорим про райзен Да Нет в 2019 году он проиграл Проиграл В Анджире И вот сейчас в этом году Два боя выиграли Две победы Я думаю что следующий бой Али Абдулхаликова Уже должен быть в Японии На большом турнире райзен в ринге С японским оппонентом Или с Тофиком Мусаевым Потому что Тофик в Японии Настоящая звезда Он выигрывал гран-при Он там побыл в Белатре Теперь вернулся И вот теперь так получается Потому что в отличие От полулегкого веса В легком весе Прямо таких крутых японцев Там так вот Я не могу даже сказать Что вот такого именно уровня Как там Абдулхаликов Аббасов или Мусаев Ну да Но вот Тофик как раз В этом победе Если Нариман Аббасов Хотел что-то там Для своей родной публики Показать Именно с точки зрения шоу Чуть больше сделать Может позволял себе Какие-то вольности И отходил от плана Из-за этого проиграл То Тофик Мусаев Как раз был максимально собран Он на протяжении Всего боя Он выиграл досрочно Опять же Этот Коджи Токет Это хорошо держался Реально Вот хорошо держитесь Это прям фраза для него Но Тофик Не бежал вперед Прямо видно было Что может прибавить И в первом ровне И во втором И не делает этого осознанно А мне кажется Это еще потому Что он понимал Какая на нем ответственность Ведь до того Как Тофик вышел в клетку Двое азербайджанцев И Турал Рагимов Это вообще было шокирующее поражение Да Как он проиграл И потом получается Аббасов Еще одна настоящая звезда Азербайджанская Тоже проигрывает Мехман Мамедов выигрывает Но понятно Он там должен был выигрывать Но мы еще про этот бой поговорим И Мусаев понимал Что здесь он не только За себя дерется Здесь говорят ММА индивидуальный вид спорта Здесь просто надо было Выигрывать обязательно И как выяснилось Он был абсолютно прав Потому что В главном бою Вообще Случился Главный апсет Этого вечера Безусловно Вообще Всего на турнире Участвовало пять бойцов Из Азербайджана И все они были в мейнкарте И трое из них проиграли Двое Вообще сокрушительно Да, причем Они были все фаворитами Да Каждый из них был фаворитом Получается, что Ну просто абсолютно Непредсказуемые карты И как так получилось Можно, наверное Анализировать там И, наверное, это наши Азербайджанские коллеги Должны больше Думать на эту тему Как так получилось Что именно На домашней арене Азербайджанцы Так проиграли Но получается, что Смотри, вот из тех Кто выступали Нам уже предлагает Артем Давыдов Наш редактор Уже перейти К Вугару Карамову Ну давайте, да Поговорим Вот как раз Вугар Карамов Имел опыт выступления Причем, ну он же Чемпион вообще Чемпион Райзен Вот И Тофик То есть эти люди Как раз, получается В Райзене привыкли выступать А вот остальные трое нет Давайте посмотрим Что там случилось Вот вышел Вугар Карамов Чихиру Сузуки И вроде казалось Что все в порядке Перевел Да Работает С гарда И вот здесь Он получает Апкик Который Вот на этом плане Видно, что нога уходит Но не видно, как она прилетает в голову И потом на повторах Тоже не будет видно Ни одного повтора Где видно пятку Которая прилетает в голову Вугар Ее нигде не видно И нам показалось Что просто Вугар зашел в гард И там боковыми ударами Начал там Безумно работать Чихиру Сузуки И выиграл таким образом Этот поединок Со стороны Это выглядело именно так Поэтому Вот тут был момент такой Что топкик Да Был незаметный Еще мы Даже сейчас Мы можем лишь предположить Что он был Потому что Ну в кадре Его не было нигде Но даже Вот на Виккине написано Апкик энд панчус Победа Апкик энд панчус То есть он был Да, люди Которые видели его Там со стороны Но мы По телевизионной картинке Никак не могли его увидеть Потому что его просто не было Было ну как движение ногой Да Динамики конечно Но Чихиру Сузуки Получается Это что у нас Патрисио убрал Теперь убрал Вугара Карам Это что за зверь вообще такой Ну вот так Что за парень И сколько ему лет Ему он же совсем молодой Насколько я помню 24 24 года этому парню То есть на самом деле Чихиру Сузуки Может быть Одна из будущих звезд UFC Ну Нет, просто секунду Вугар Карамов И Патрисио Фрейра Это бойцы уровня UFC Я не думаю Что с этим кто-то будет спорить Но Патрисио точно Да Вугар не знаю Потому что Ну вугар скорее да Чем нет Хорошо Да, вугар скорее да Но просто почему Не то чтобы я там умалял Достоинство Карамова Но Все-таки у него Ну какой-то Оппозиции там Невероятные Даже вот учитывая Что он там Являлся чемпионом Организации не было Вот До последнего боя Ну вот перед Чихиру Где как раз Он и завоевал титул И получается Что Ну Чихиру Тоже еще надо доказывать Конечно Но Чихиру Сейчас на нереальном подъеме В 23-м году Он Сделал Два апсета И на третий бой Вот На кого бы он не вышел А на кого Он с Клебером дрался А Чихиру Дрался с Клебером Проиграл Но помнишь Это не титульный бой Не титульный бой Точно Да Вот здесь получается Ну вот получается Что здесь по грэплингу Вернее бой был титульным Но так как Клебер выиграл Бой был признан Несостоявшимся Да Но получается Вот с грэплингом Тут еще нюансы есть Но так или иначе Парень однозначно Яркий Это точно новая звездочка И для Райзена И вообще В принципе Для единоборств И вообще получается Что в Райзене Но именно вот японских звезд Кроме вот этих блогеров Там Асакура И еще там парочка человек Да Но по большому счету Вот именно по боям Чтобы были звезды Чтобы показывали Вот такие яркие выступления Их очень мало Но они очень тянут Этого тяжа Двух братьев тяжей Которые в ссоре И не общаются Сейчас вылетел из головы Цуеша Сударя Да Цуеша Сударя Вот его они пытаются тянуть И ничего не получается Но они тянут Может быть Ну понятное дело Что это не топ уровень И вряд ли топом станет Ну а вот Сузуки Конечно Показал Прямо то что нужно Про Мехмана Мамедова Хотел что-то сказать Должен был драться Мамедов с Джастином Скогинсом Скогинс не приехал На замену вышел На коротком На супер коротком Уведомлении Ферид В потенциале Может стать Тоже очень серьезным Про бойцом Я говорю про Хасан Межиева Это боец Который на любительских уровнях Выступал на чемпионате Европы Мира И доходил До финальных подлингов Проигрывал только Анкалаеву Всех остальных Он переезжал У него не так много боев еще Он живет в Латвии Там С Константином Глуховым Сотрудничает и так далее Здесь он вообще Без запросов С Меркуловым Разобрался в первом бою Но это прям не его уровень был Явно было видно Но то что Хасан Межиев Боец Которого К чему-то готовят И явно не к выступлениям В райзене дальше Это прям бросается в глаза Ну и если продолжать Тему Предварительного карда Еще мне лично Очень понравился Ильхом Назимов Из Узбекистана Который С этим Жауресом ДА Ну как расправился Решением выиграл Но прям он очень техничный Он прям крут Хорошая стойка Оригинальная такая Четкая Так что В общем Хороший турнир получился В этом году Райзен Теперь Сделает еще новогодний Турнир Традиционный Так что смотрите У нас в ОКО 31 декабря Днем Как раз Вот Эту тему На боюки с Экакибара Продолжает Развивать Такая вот Своеобразная традиция И там конечно же Это турнир особый Для Японии Особый для Райзен В свое время 31 декабря Раз 5 или 6 Федор дрался На турнирах Прайд Я помню Прямо под куранты Пояс То есть они открывают В новой весовой категории До 57 килограммов Наилегчайший вес Там будет Кстати Кёджи Харигучи С Макото Такахаши Но Харигучи Скорее всего Выиграет И там кстати Эрбст вернется В общем будет И Джон Додсон Тоже выступит Это вот пока Получается максимум То что вот тот максимум Который может выжить Райзен сегодня Они здесь делают За исключением того Что например Вот в этом новогоднем турнире Бой Допустим Ларкина И Корешкова В реванше Смотрелся бы А там был совместный турнир Это была часть Райзен Другая история Нет Но они могут пригласить Учитывая что Часть Беллатра Часть Беллатра У них отличные там Я например надеюсь Что Колесника поставят Потому что у Колесника Тоже две победы в этом году Может И он как получается По вот этому шагу Между боями Как раз заходит Так что И чтобы был российский боец Да Но в целом смотри Первая проба пера Райзена Не в Японии Но пятерку Этому турниру поставить нельзя Ну никак Ну много проблем Просто до нас Доходила информация Именно от японцев Которые организовывали Турнир в Азербайджане У них было Очень много трудностей Причем связанных Не столько с кардом Сколько вот со всей этой Организационной историей Технической стороны Я лично надеюсь Что они вообще Не забросят эту историю С турнирами в разных странах Потому что так вот Ну Есть вариант Что они просто скажут Ребят Зачем нам это надо Да Вот намучились здесь Вот так все было сложно Ну опять же У них вот есть Есть тот же Клибер Койки Эрбст Который в Японии живет Но бразилец Так и Стоши Соуза У них тоже бразилец Да Вот как раз Турнир в Бразилии Кажется абсолютно логичным Для райзена А турнир в Баку Кажется логичным Потому что был Вугар Карамов чемпион Да То есть эти варианты Они будут Ну опять же Райзен в Америке Ну почему Уан Ивси же делает Турнир в Америке Но я думаю Что у Набовики Сакакибара Просто немного Другая философия И вряд ли он Что-то там Ну просто У них есть Арчулета У них есть Додсон То есть в принципе Известные люди А Рыжий Альфач Разве не он Будет собирать аудиторию Кто же еще В общем Для меня Да Там грубо говоря Чтобы вы понимали Даже японские Комментаторы Не поехали на этот турнир Даже японские Поэтому Мы хотели поехать Откомментировать Сместо событий Но не получилось Организовать Комментаторскую позицию Да И вот для японцев Тоже не получилось Казалось бы Япония такая Технологичная страна Они должны просто Приезжать со всем своим И все это делать Тем более Райзен организация Богатая Поэтому Ну не знаю Для меня это тоже Три с плюсом В лучшем случае Три с плюсом Вот четверку Не поставлю наверное За этот турнир Но Конечно Опять же Главный ли это Апсет года для Райзена Или все-таки По три Скажем так Чехиро Сузуки В списке Главные апсеты Годы в Райзене Сто процентов Присутствует Просто где Апсет больше По три Все наверное больше Так он оба их и сделал Ну да Ему все равно Так что в целом Получились вот такие Нормальные турниры И в Бразилии И в Баку И еще был турнир У нас в Санкт-Петербурге Исей К нему давай перейдем Там на самом деле Ну три главные вещи Выделяются Это бой Тони Джонсона Со Смолдерем Реванш Это бой Естественно Матмуратов Раисов Который реально ждали Очень долго И четвертый финал Гран-при Мехди Дакаев Херда Сан-Батиста Вот эти три боя Я на них предлагаю Как бы И остановиться И поговорить Понятно что там было Много интересная поддержка Меня удивил конечно Сектор вот этот Северный человек Северные люди Северные люди Я так понял что Это организация Которая двигает Миша Маваши Да Там опять Многие знают Там Задакова Вот эти все истории Мы не будем в это влезать Но у нас Миша Маваши Как-то все время В повестке ММАшина Оказывается Да Он То там С магой Исмаиловым Значит там что-то Неделя То он высказывается По поводу Дудакова Че он вообще До нее докопался Ну из-за ее жеста Что ему показалось Что это был Ну исламский жест Что она приняла ислам И дальше там Поехала А наоборот не ответил На этот вопрос Утвердительно Ну и отрицательно Тоже нет Ну да Ну как бы это ее личное дело Конечно В этом вот как раз В этом отношении Позиция сразу слабая Получается у него Потому что ну религия Личное дело каждого И как ты можешь Человеку указывать Что там И И там Ругать его Да Предъявлять ему Что он там Какой-то религии Не той Которой ты считаешь Что нужна ему Ну и там Виктория потом спрашивала Именно про этот жест По-моему Илья спрашивал И она сказала Что нет Никого отношения не имеет И тут Теперь вернемся К турниру Просто чтобы вы Дорогие друзья Понимали контекст На турнирах СССР Часто бывает Что там организованно Приходят там Болельщики из Таджикистана Своих поддержать Армянские болельщики Там азербайджанские А здесь получается Да Что именно Русские болельщики Вот организовались Вот это Северные люди У них свой сектор И Что ты увидел Вот в этой истории Просто мне уже рассказывалось Скажи тоже Ну зрителям Чего не было вообще ни у кого Ну вот по поводу охраны А да Вот это меня удивило Они вот Целый сектор Представьте себе Болельщиков Которые максимально Централизованно болеют По команде Определенных Заводящих людей Определенное количество Флагов Которые там размахиваются В нужной последовательности Барабан Огромный барабан Болельщики локомотивов Футбольные Просто завидовать должны им Прям официально Вот И По бокам Официально завидовать Официально завидовать Да И по бокам Значит Стоит охрана Которая никого не пускает Включая охрану стадиона Вот это конечно Прям тоже меня удивило И самое главное А как это их охрана Может не пускать охрану стадиона Это что за прикол Да Но имеется в виду Может они полицию тоже не пускают Они как-то там договорились Что как бы И эти охраняют Вот Это была в общем Их зона ответственности Вот этот сектор Но они как бы Вели себя аккуратно И ничего Максимально Вообще Просто ничего Там никаких конфликтных ситуаций И близко не было Да И быть не могло Абсолютно Но наша студия Располагалась таким образом Что мне нужно было пройти С Мимо По этому сектору Короче И мы с Михаилом Макнаткиным Там поднимаемся И Сначала мы Объяснили это Охране стадиона Что нам нужно пройти А потом стоят эти ребята Говорят А у нас сектор закрыт Мы никого не пускаем Как бы Мы ну вот Как бы студия Нам просто пройти Отработать пять минут И мы уйдем Мы вас трогать Ничего не будем Все вот Миша Макнаткин Там кто-то узнал Значит И Мы И только поэтому Вас пустили Нет Конечно Просто заминка такая была Понимаешь У них настолько Все это организовано Качественно И это удивило Ну естественно Они там кричали Там Все очень слаженно Опять же Русские вперед Это было очень много Практически там Во всех боях Вот И допустим Например Когда там Никакой Опять же Там Озлобленности Да Никакого национального Подтекста Другого не было Вот это отмечали И в лиге Организаторы То что Грубо говоря Есть группы там Которые болеют за таджиков Действительно За киргизов Есть дагестанские болельщики Чеченские болельщики И соответственно Русский сектор Пришел поболеть И поэтому логично Что они болели В бою Ерохина И соответственно Антигулова Они болели за Женю Женев в валидольном поединке Выиграл Вообще красавчик Один из лучших боев Но Самый другой Самый крутой момент Это удар Тони Да Вообще Вот момент турнира Он был здесь один Такой Ну их было несколько Но конечно То как вырубил Тони Смолдырева Это Прямо Это же 20 секунда Да Боя Да Что-то такое Там было Только началось И вот смотрите Это фактически Весь бой Мы сейчас с вами Да Тут и удар И падение Было очень интересно Начинает смещаться Здесь Смолдырев Прицеливается Аккуратно Тони Джонсон Попадает И вот так То есть там еще и ноги Как после броска Подлетели Моментально там Повело голову Весибулярный аппарат Отключился То есть Тони Джонсон Это просто Ван Панчман какой-то Вот в этом бою И когда потом После на пресс-конференции Я у него спросил Говорю На какое место Среди всех твоих 10 нокаутов Ты поставишь этот нокаут И вот такой говорит Уверенное второе место А какое первое Он говорит С Вахаевым То есть как бы Для него победа В бою с Вахаевым Это прям Особняком Для Тони Ну и потом были слова Эмбэк Там все такое Я всех порву Разорву и так далее Кстати говоря Кричал Фридом Палестины И так далее Вот такие вещи тоже Обвинял вообще Байдена Ну не обвинял Он говорил Я не согласен С президентом моей страны На пресс-конференции В общем короче Призновался Вик Россивич Все это было И не знаю Может у Тони Джонсон Скоро паспорт появится Скоро будет коллегой Джеффа Монсона Если так дальше пойдут дела Да Но Тони в порядке Вот что надо сказать точно Тони абсолютно в порядке У него знаешь Он выглядит внешне Не то что не хуже Чем перед боем С Емельянином На WFC 50 Который ты работал А лучше выглядит Реально лучше То есть он так Подсушился Поэтому вот здесь Ну короче Гешталь закрыт С Молдарев не будет Рад Стони Третий раз Как тебе нокаут Ян? Шикарный Шикарный нокаут Это очередная иллюстрация Того что Для красивого нокаута Нужны двое То есть тот кто падает От него тоже многое зависит Понятно что тут Ну к сожалению Денис В общем выступил В роли Того человека Кого поразили Этим ударом Но очень крутой нокаут Особенно для тяжелой Весовой категории Но Денису Я бы слава поддержки Все это хотел адресовать Потому что в прошлом году Он собирался заканчивать карьеру И выиграл И сейчас вот такой накал Сейчас может быть опять У него мысли пойдут Нехорошие Но наверное Тони просто не его соперник Да Вот такое бывает По ожидаемому бою Райс Матмуратов Ну Неожиданности не случилось Да нет В том то и дело Что разговоры были Про защиту от борьбы Матмуратова Что он там все это Круто отработал И так далее Я уверен он это круто сделал И тоже говорили Что Юсуф Райс Вообще изначально базовый каратист Только потом появилась борьба Но все это как-то То есть нас пытались Как-то увести от плоскости Борьба Юсуфа И ударка Матмуратова Но именно в этой плоскости Все и лежало А вот перед боем Многие говорили Что например То что это не 5 раундов Это выгодно Юсуфу Райсову Так и случилось Если бы было 5 раундов Что-нибудь изменилось бы Вот по такому бою Что думаю нет Потому что я Честно Я за всю карьеру Юсуфа А мы давно следим за ним Я видел его в таких кондициях Только один раз Это в реванше с Маратом Балаевым Вот когда он настолько был крут Все 15 минут Ну понимаешь Если был бы 4-5 раунд А как можно сделать вывод Если он даже намека на усталость не дал За 15 минут Ну наверное было бы так же Или даже если бы он проиграл Оставшиеся 2 Все равно выиграл Не ну 100% 30-27 бетонные абсолютно И просто Юсуфу непонятно Что делать дальше В гран-при он не участвует Чемпион Али Абдельазис Тоже в гран-при Где соперники Ему нужны крепкие Крутые соперники А они все в гран-при Единственная история Которая привлекает Это реванш с Резниковым А он будет драться с Баговым В декабре То есть по факту Мы должны болеть За то чтобы Багов выиграл В этом бою Чтобы увидеть А Резников проиграл Освободился от гран-при И тогда можно будет сделать Юсуф Резников реванш Весной например Или летом А если выигрывает Резников Все забудьте про этот бой Ну соответственно Бой с Баговым наверное будет В общем вот такой момент И что еще Батиста Батиста Хераса Батиста Мик Дедакаев Тоже Это кстати говоря С точки зрения апсетов Но этот бой наверное Сопоставим с 1 к 4 А какой был Сузуки в угар 1 к 4 1 и 2 был На в угар И где-то 4 или 5 На Чихиру Ну то есть вот Вот пожалуйста Хераса Батиста Это автор Наверное Одного из самых громких Апсетов Если брать Все три турнира УСи Райзен И Сей Получается вообще Какое-то Три апсета Да там больше Нет я имею ввиду Три выпиющих апсета Далби у Банфима Соответственно Чихиру Сузуки в угар И Хераса у Мехди То есть грубо говоря Там везде были коэффициенты Примерно одинаковые 1 к 4 1 к 5 Вот Какой из них там Более громкий Не знаю Не знаю Но конечно Колени Батисты Они прям Зарешали в этом бою Там же два брата дралось Хердессен и Герберт И Герберт Да И Герберт тоже выиграл То есть грубо говоря У них там будет полная Вообще вечеринка Я уверен Причем Батиста С Бесланом Исаевым И ты наверное Когда посмотрел Я тоже обратил внимание Тот самый Да 40 лет Тот самый 40 по-моему 40 лет 40 боев В общем Беслан в порядке Вообще в полном Но Батиста Теперь Это же Гран-при был И с точки зрения Зретьского интереса Вообще интересно становится Если выиграл бы Мехди Его бы не стали Сводить с Абдул-Азизом Понятно Это только финальный бой А не одноклубники А теперь Когда Батиста Как угодно Вообще можно делать Так что здесь Получилось очень-очень Круто Так что здесь В целом Ну мне кажется Были конечно Свои моменты Но четверку Этому турниру Можно точно ставить Да Ну и дорогие друзья Мы как раз Дело в том Что в этот период Тоже Наша съемочная группа Была в Санкт-Петербурге Мы взяли Большое интервью У Дениса Гальцова Мы взяли Большое интервью У тренера Дениса И Миши Мохнаткина У Александра Куршунова Мы делаем материалы По каждому Из финалов ПФЛ Которые будут С 24 на 25 ноября Так что Следите за новостями Мы прям Готовимся Очень серьезно К этому турниру Который естественно Можно будет посмотреть Эксклюзивно в ОКО Ну и что у нас На следующей неделе У нас будет Опять же UFC 295 Да Это первое Кстати Ты видел сообщение От Парье Да UFC 300 И все Просто UFC 300 Самое-то главное Самое главное Что будет ММА серия ММА серия Из Калуги Как всегда В субботу В 12.00 Довольно интересный турнир Так что Включайте Кинотеатр ОКО Смотрите Там в главном поединке Возвращается Илья Варварский Вообще Кстати на него Он из Калуги сам Так что прям Вот Нормально Сделали турнир Он как минимум Заслужил И будут яркие Интересные поединки Смотрите Да Ну если брать Что остальные Еще будет Янг Иглс Грозным Очень большой турнир Для Кто хочет Там будет прям С утра до вечера Турнир Так что Будет что посмотреть На выходных И надеемся Что Серега выиграет Досрочный Давай прогноз Экспресс прогноз В конце Нокаут Павлович В первом раунде Прохазка Перейра Прохазка Удушающим В третьем раунде В третьем раунде Мой прогноз Прохазка Нокаут Первый раунд Серега Павлович Решением Скажи Нет Нет Серега Павлович Удушающим В четвертом раунде Пускай будет Абсурдный прогноз Ну что Затем все Или что-то еще Хотел дополнить Нет Все ребят На этом Око за око Подкаст С вами прощается Через неделю опять Увидимся Будем обсуждать Павловича Павловича Аспинал Надеемся Что у нас Будет еще один Чемпион В UFC Все Пока Продолжение следует...